Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня принял решение начать серию таких вот встреч для всех участников Школы Человек будущего Homo Futurus. Если вы смотрели нашу прошлую встречу с профессиональным специалистом, с Митилем Анатольевичем Смысловым, если не смотрели, пожалуйста, пересмотрите, посмотрите, там очень много интересного. И сейчас я вам представляю, прямо так скажу, сначала, со слов Маяковского, сначала с моей картины, посмотрите, видите, звезды зажигаются, и со слов Маяковского, послушайте, послушайте, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были. Да, вот, например, в данном случае я уверен, что вы тоже хотите встречаться с такими интересными людьми, а сейчас я представляю вам моего друга Дениса. Это на самом деле сейчас будет загораться как звезда, и поэтому, поскольку мы начинаем сейчас с Денисом новую рубрику вот эту, в гостях у стресса с Хасаем Алиевым, кстати, он это придумал, я ему очень это благодарен за это. Я его попросил по пирамиде Маслова, чтобы он представил, рассказал, потому что, мне кажется, он в этом сильно разбирается. Поэтому, друзья, давайте послушаем, а так время от времени мы будем регулярно, ну, с какой периодичностью, не знаю, но, может быть, раз в месяц это уж точно, с каким-то специалистом профессиональным встречаться. Будем говорить о Фрейде, о Йонге, а я бы очень хотел про Шуцци поговорить, потому что я в этом хорошо разбираюсь, про ототренинг, что у меня этот ключ, который мы сделали, чем он отличается, какие там особенности, что он стал широко доступным. И там еще есть одна особенность такая, что там энергию стресса можно использовать по своим собственным интересам для достижения недоступных целей и, конечно, исполнения вашей мечты. Поэтому перед Новым годом подарок вам. Итак, дорогой Денис, я жду тебя. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Позвольте мне представиться. Меня зовут Денис. По образованию я маркетолог-экономист. Специально для проекта «В гостях у стресса» Хосай Магомедович вежливо попросил меня рассказать вам, дорогие друзья, про пирамиды масла. Я, честно сказать, сразу согласился, так как эту тему достаточно глубоко проходил на начальных курсах бакалавриата, да и касался, в принципе, ее даже там в 11 классе школы, когда готовился к поступлению в институт. Итак, начнем. Пирамида масла. Что это такое, с чем ее едят? Начнем с истории. Перенесемся в прекрасное место. Это Нью-Йорк. Нью-Йорк 50-х. Именно тогда появляется первое в науке заявление. Человек стремится достигать определенных потребностей. И сказал это молодой ученый Абрахам Маслоу. А кто он такой? На тот момент Абрахам Маслоу был американским психологом, основателем гуманистической психологии. Но самое интересное, что он создал, это модель иерархии потребностей, про которую мы говорим. Маслоу подумал, а что если поведение человека детерминировано рядом базовых потребностей, которые можно выстроить в определенной иерархии? Что эти потребности являются универсальными, то есть они объединяют всех людей, независимо от цвета кожи, национальности, образа жизни, привычек, прочих различных внешних проявлений. И что вот эти все потребности, их можно расположить в такую некую, знаете, пирамидку, в некий домик, пирамиду с такими домиками с этажами, где там есть фундамент, мансарда, различные комнаты, помещения, этажи и так далее. Давайте ее сейчас построим от фундамента до крыши и сразу все поймем. В основе у нас лежит физиологические потребности, то есть я могу дышать, я могу спокойно циркулировать кровь, я поел, я поспал. Такая физиология, да, то есть базовая потребность любого человека, без которой мы просто не способны существовать. Далее выделяется потребность в безопасности. Нету страхов, есть только безопасность. У меня есть такая, знаете, безопасная пещера. У меня есть место, где я спокойно могу спать, и где меня ночью там не съест тигр или какой-то хищник другой. И у меня есть квартира, где я могу спокойно находиться, я могу платить за нее, меня никто не выгонит на улицу, ко мне не придут там какие-то бандиты, меня не убьют. Я себя чувствую в этом месте безопасности. Вот когда у меня это есть, дальше я могу переходить на другие этажи. Социальные потребности. У меня есть друзья, я не один, я принадлежу какой-то определенной группе, у меня есть любовь, я привязан к чему-то, я куда-то хожу, я кому-то нужен, и эти люди нужны мне. Личные потребности. Я знаю, что у меня есть какое-то определенное общественное положение, меня знают, я уверен, что меня знают, меня признают. Я нахожусь в каком-то определенном статусе. То есть, другими словами, у меня все хорошо в этой жизни. И как только у меня закрывается все вот это, я перехожу на пятый уровень, которого достигают, как говорил товарищ Маслов, только 2% населения Земли. У меня есть все. И раз у меня есть все, я могу рисовать, что-то создавать, творить, заниматься творчеством, петь и так далее. Я могу самореализовываться. И создав эту пирамиду, Маслов понял, чтобы изменить человека, необходимо изменить его самосознание. А теперь мне бы хотелось спросить у Хасая Магомедовича одну очень важную штуку. Где же находится стресс? Стресс с точки зрения пирамиды Масловца. Ну, я-то, конечно, скажу, что везде. Потому что вот если посмотреть внизу, в самом физиологические потребности, ну, это ясно, конечно, фундамент, без пищи, воды и воздуха человек жить-то не может. Ну, и если он в стрессе находится, вот физиологическая ли это потребность? Ведь физиология, когда мы говорим о человеке, это уже не животное, это уже человек. И поэтому здесь сложно сказать. Ну, я думаю, что физиологическая потребность быть способным защищать свой организм от стресса, ну, во-первых, это продлевает жизнь. Во-первых, это помогает человеку не выживать, а жить уже. Ну, я не знаю, а ты как считаешь? Знаете, здесь я все-таки убежден больше, что стресс, он находится на втором этаже, то есть потребности в безопасности. А базовый, фундаментальный уровень физиологических потребностей, это все-таки больше про элементарную физиологию. Я думаю, все-таки стресс, он находится на этаже потребности в безопасности. Потому что когда у человека есть стрессовое состояние, то ему очень сложно дальше думать о чем-либо другом. Работа с пострадавшими людьми после терактов в Беслане, Каспийске, Буденовске. А женщины, с которыми вы работали, они находились в каком-то определенном трансе, в каком-то тумане, то есть они ничего не видели, ничего не слышали. И психологи МЧС не могли до них никак достучаться. И им было абсолютно безразлично, есть ли у них дружба, привязанность, есть ли у них какое-то там общественное положение. И я думаю, даже если у них там была квартира или какие-то условные кредиты или проблемы в семье, они уже об этом не думали. Все, о чем они думали, это вчера у меня семья была, сегодня у меня семьи нет. Она находится в этом состоянии, когда у нее в мозге одна единственная доминанта, которая концентрирует на себя абсолютно всю энергию. Больше ни о чем она думать не может. Они, конечно, в выживательном состоянии. Состояние, когда действительно надо освободиться от этой доминанта острого стресса. От этого зависания, потому что в этом состоянии невозможно. О каком творчестве там может быть речь? Там как раз люди выживают. Я видел, кстати говоря, когда я им предлагал подбирать для себя действия, которые снимают стрессы, они вот буквально на глазах менялись. Они начинали за счет простых действий, вот чем ключи хорошего. Я это не хвалюсь, я просто объясняю преимущества ключа и почему мы можем действительно на втором уровне поставить в этой пирамиде. Потому что здесь действительно получается безопасность, потому что человек снимает острый стресс и оживает. Оживает и он живет. Поэтому, я думаю, психологическая безопасность на втором этаже можно поставить. Абрахам Аслов вообще говорил, что высшего пятого уровня достигают всего лишь 2%. Просто элементарно, хотя бы потому, чтобы достигнуть пятого этажа, нужно поочередно закрыть все остальные этажи. А ключ, он позволяет буквально за 5-7 минут человеку, который находится на втором этаже, то есть потребности в безопасности, сделав разгрузку или там разгрузку с перезагрузкой, он сразу может оказаться на верхнем, высшем пятом этаже и начать самореализовываться и самовыражаться, то есть что-то создавать, рисовать и так далее. Начать мыслить творчески, хотя с точки зрения Абрахама Аслову это невозможно. А сделав ключ, все становится возможным. Я могу с этим согласиться, потому что Чистен Михаил говорил, если они не реализованы, если человек выживает, то он не может созидать. А с помощью ключа можно снять нервномышечные зажимы, снять блоки сознания, блоки тела, и не 30% могут в поток выходить, а 70-80%. Конечно, это и безопасность, и это как раз таки и реализация творческих потребностей. Я, кстати говоря, хочу показать книжку, в которой наша школа участвует со своими именами и фамилиями, пишет свои приемы, обменивается опытом. Почему я ее хочу показать? Потому что человек, на котором, на каком бы уровне по пирамиде Маслова не находился, если он испытывает страх, а страх его разрушает и деформирует всю его деятельность, и вызывает болезнь, потому что это короткое замыкание в нейросетях мозга. А здесь как раз таки мы вместе с участниками нашей школы создавали как раз таки самое главное. Не просто снимать стресс, а использовать энергию этого страха, энергию этого стресса, как стресс-страмплин для достижения мечты. Вот как раз таки самый высокий уровень пирамиды Маслова – самореализация. Как раз таки, чтобы она была, ну, конечно, уже на таком уровне, который тогда, в то время, когда Маслова делала эту пирамиду, ну, конечно, даже, может быть, они и не подполагали. Может быть, они и не подполагали. Спасибо тебе, Денис. Спасибо. Ты настоящая звезда. Это вам спасибо за то, что пригласили меня. Уверен, ваши зрители узнали что-то новое сегодня из нашей передачи. Спасибо тебе большое. Кстати, не забывайте, у нас в Телеграм подписывайтесь, и в YouTube подписывайтесь, и не забывайте, что у нас 27-го числа, декабря, в 19 часов будет с Валентиной Эдуардой Селёвой вебинар «В Новый год без забот». До встречи, друзья. Хочу, чтобы к Новому году все были очень-очень настроены на позитив. Это помогает быть более здоровыми. И, естественно, реализовать себя, как в этой пирамиде Москового, на самом высоком уровне. Спасибо. Спасибо. Спасибо.